Существует разнообразный подход. Везде и в ютьюбе, и в телевидении. Кому-то радости подавай, а я не такой. Я показываю вам жизнь, по сути, неплохого городка. Это Магнитогорск. И жизнь, и вот такая. То есть вот вам правила. Обыкновенные зимние выходные. И мы так и живем. Хорошее воскресенье со снегом. Круто, конечно. Но по сути, снег будет чуть позже. А сейчас мы на соревновании. К слову о соревновании. Мы говорим про сетокай. Да, это самый крутой вид карате. И не каждый будет с ним бодаться. Жесткие, мощные удары. И руками, и ногами. И к слову о сенсее. Понятно, что за 35 лет практики, вычленив самые крутые составляющие, он добавил то, без чего отечество не может существовать. Тут вообще правило очевидное. Кто к нам с мечом, тот с мечом здесь и останется. Незачем с мечом в Россию ходить. Подарки и уважение, и это для нас. А все, что против. Ну, вспомните историю и совершенно новую. Мы возвращаем свое. К слову о том, что я хочу видеть. Да, мне нужен развитый сын. Я не хочу, чтобы он молотил морды и себе, и людям. Я этого не хочу. Грамотный подход. Умение падать на руки. Вот и все. Да пусть плавает. Пусть смотрит и получает грамотный результат. Ведь все такое-то не только боевое искусство. Это еще и кота, где все вместе. И скорость, и результат. То, что нужно, он поймет сам. Я ему в этом доверяю. Вообще-то смысл прост. Чем больше доверия, тем больше результат. Он хочет и получает за свои умения. Причем получает максимум из задуманного. Потому что для меня все свершилось. И большего, чем счастье сына, мне и не надо. К слову о счастье. Мне бы такое лет 40 назад. Я был бы рад до безумия. И самое главное, вот такой снегокат. Но вы ясно понимаете, о чем я. Все, кто старше 33 лет, таких вещей и не видели. Не было такого. Но по сути событий. То, что продается, появилось всего 10 лет назад. А до этого вообще ничего и не было. И не надо говорить, что это Китай. Простите, но за пределами северных широт живет всего 3% населения. Все остальные в тропиках, субтропиках и на экваторе. Да я там был. И просто объяснял наши условия. Поверьте, никто и не хотел лазить туда, где вообще-то зима. И вообще-то такая зима 8-9 месяцев. То есть это Россия. И это удовольствие россиян вот так кататься. Конечно, это не конец дня. У нас солнце садится после пяти. А далее вот такой монтаж обыкновенного воскресного вечера. Обыкновенной российской семьи.